Допустим, и очень трудно, до меня было никакого типичного сигнала, да, нет. И я каждый раз спрашивала, я вижу, что картинку, которая там, мультик какой-то, да, допустим, меняется. И я спрашивала себя, если этот ответ да, то усильь, пожалуйста, этот сигнал. И у меня проявлялось, например, ярче, или двигать картинки быстрее. То есть я, в данном случае, воспринимала это как усиление сигнала. А если это был не один и тот же сигнал каждый раз, чтобы вы понимали, то есть у таких есть ощущения. Можно сделать это так, как Виктор сказал, что объединить их сигналы. Потому что если нам предоставляется несколько сигналов, то для того, чтобы не потонуть в этом хаосе каком-то, да, мы просим выделить что-то одно. Или, если можно задать вопрос, это отвечает мне одна часть, или там несколько частей, да. Если вдруг ты получаешь от этого несколько частей. Хорошо, я прошу вас, пожалуйста, объединиться и давайте мне, там, например, дорогие мои части, один сигнал общий. Пум, и ты получаешь сигнал. Всегда ведите себя в отношении самого уже себя, как в переговорном процессе. Как в красивом переговорном процессе. Мы не приказываем, не бьем там, потом не бежим, ну, мы-то не учли какую-то часть. Мы совершенно грамотно, да, нет, не так подходим. А если вдруг вот такой у вас будет, то мы доступим как сам, вот так. Мы все время, по шажкам, как переговорщики продвигаемся к какому-то результату. Эта техника, мы не собираемся там пафосно как-то размахивать руками, но эта техника имеет просто поистине, ну, невероятные какие-то возможности. Вы, там, в своем описании читали, там, да, язва желудка, да, язва желудка, это одно из многих заболеваний. То, что мне и Роману, в принципе, практику приходилось делать, это совершенно точно было связано с разными соматическими заболеваниями, включая тяжелые. Включая, я не буду там все перечислять, но достаточно тяжелые заболевания. Представьте себе, если мы, мы говорим, ну, я не знаю, говорили ли вы на предыдущих вторых ступенях, на седьмой, о том, что люди в разных состояниях могут иметь разные заболевания. Не слышали, да? Хорошо, кто слышал о убийстве президента Филиппин Маркоса? Кто слышал о том же Денис Филиппин? Ну, хорошо. Да, о том, что есть очень мутная история, связанная с убийством филиппинского президента Маркоса, что был пойман человек, который якобы, ну, другого там никак не находилось, якобы был его убийцей, то есть предполагаемый убийца, и он как-то не особенно подходил на роль убийцы. Ну, то есть, он какой-то был, как говорят на украине, там, здравый, да? Вот, а потом выяснили, что с этим человеком в глубоком гипнозе выяснили, что этот человек в какой-то момент превращается в другую личность, которая обладает совершенно другими навыками. Когда-то был в Америке, ну, об этом ходит много разных слухов, проект, когда при помощи наркогипноза соединяли личности, то есть создавали внутри личности еще несколько личностей. И брали, например, какого-нибудь там неуклюжего бухгалтера, да, потом его изменяли в трансовом состоянии, его обучали всяким, ну, будем так называть, спецпредметам, нужным для террористического акта. И потом, когда эта личность внутрь-то опять подружилась, он опять становился таким, на сознательном уровне он этому не владел, и этим не владел. Но при этом он получал какой-то там сигнал, определенный, это не знаю, звучала какая-то редкая мелодия специально для него, и он вдруг начинал обладать, там, я не знаю, там, экстремальной ездой на автомобиле, приготовлением ядов, там, заметанием следов, и прочее, прочее, прочее. Что это такое? То есть внутри нас можно выделить вот такие части, которые отвечают за это. Мы можем либо иметь к ним доступ, либо не иметь. По-моему, Гриндер пишет о том, что женщина одна, внутри которой была личность другая, когда она входила в трансовое состояние и проявлялась под другая личность, эта женщина, которая болела диабетом, она существовала без диабета. У них были совершенно нормальные показатели сакаров крови и нормальных лицомедов. Она опять возвращалась, и опять это была мадамна, которая просто поменила. Представляете себе, какие идеи. Так что возможности наши безграничны. Вот в этом смысле это мостик к бессознательному. Все что угодно нужно делать. Ну, если хотите, можно факультативно, я принесу вас печаток, как работать с болевым симптомом Гринда на моем тренинге и показываю, как это делается. Ну, завтра повесим, просто, чтобы не каждый раз, но повесим. Я не помню, может, у нас даже на сайте есть. Мы просто договорились о том, что мы начнем изменять ситуацию с бессознательным. И этот сигнал, который он подает и который нас мучает до сих пор, он просто уже не нужен. Дорогой бессознательный, убери его, потому что я уже начал предпринимать некие шаги. Все, сигнал уходит. Мне почему-то кажется, мы вот с Леной говорили, что фактически на этом и будет строиться, ну, будем так называть, психотерапия будущего или влияние на здоровье будущего. В любом случае, так было бы разумно очень. У нас все ресурсы есть, просто вот так мы с вами, вот как сейчас мы делаем, мы пытаемся. Мы предлагаем вам, вы же помните, с чем мы обращаемся к своим консультантам, да? Мы предлагаем вам просто наблюдать, с какого момента и как будет меняться ваше поведение, вот то, которое вы собираетесь по мне. Кто-то о самочувствии, кто-то о новой реакции, кто-то на что-то, кто-то на расчету. Кто-то, может, уже завтра нам расскажет, что все поведение. Совершенно точно. То есть с того момента, как вы заключили договор, договор начали действовать. Все, вы сейчас уже совершенно точно уже работаете в условиях этого нового договора. Дальше. Если вам вдруг что-то не понравилось в том, как проявляется ваше новое поведение, что можно сделать? Что мы делаем обычно, если нас не устраивает старые договоры? Перезаключаем. Перезаключаем. Перезаключаем, мы передоговариваемся. Совершенно верно. Точно так же. Сейчас вам потребовался еще консультант. Для чего? Консультант, на самом деле, он отвечает не только за шепишек, и все могут выучить, а за то, чтобы засечь некий сигнал, который вы не всегда могли отследить сами. И сказать, да, вот это да, вот это не. Проделав несколько раз, хотя бы десяток раз, вы проделаете в паре это, и вы обнаружите, что вы можете легко это проделать сами с собой. И ваш результат, он уже выносился в том, что он хотел самостоятельно. Очень красивый формат. Более того, это такая схема, которая, она, как бы, вот, гриндером сделана, рождена, да, но фактически, если вы будете это использовать чаще с собой, то у вас родится какая-то своя структура. Может быть упрощенная. Нам иногда тренерам приходится восстанавливать все ше шагу, потому что я учусь через все ше шагу, да, и не прохожу. У меня это гораздо очень-то получается. Иногда просто нужно установить сигнал, да, или нет. И все равно обратиться. Там, дорогой мой государственный, он сделает так. Готов ли ты сделать так, чтобы завтра, там, 12 часов, на кабинетном начальника, там, я был, там, таким-то, таким-то, там, собранным, мыслить их, и мыслить их, и мыслить их, и мыслить их. Дальше получать сигнал. Это сигнал «да» или «нет». Сделай, пожалуйста, если это «да», его, там, таким-то, таким-то качеством. Кажем «Спасибо, дорогой государственный». Все, как видите, с вами видела. Завтра, в нужное время, мы получим. Вот те качества, которые вы говорите. Билет перед целью, она сейчас и все упалит. Хорошо. Кому понравился ше шагу, я говорю, я тебе скажу, скажите. Может быть, вначале это показалось несколько, да, помните, когда мы начали писать космической какой-то техникой, Саша даже заявил о том, что там какие-то там, как-то стал выявлены, да? Да, сколько галлюциногенов и съемок. Галлюциногенов и съемок. А как ты думаешь, сейчас это? Съемок. 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 Скажи, пожалуйста, если серьезно, но как ты сейчас воспринимаешь такую технику и возможности? Ну как, техника довольно-таки простая, думаю, все-таки. Возможности, ну скажем так, немного с опаской, то есть возможно не, может не сработать, да, то есть вот что-то почему-то такое вот остается, что может не сработать. Сама техника, в некоторых суток. Сколько тебе раз нужно убедиться, что она сработала, чтобы понимать, что она сработает все равно? Ну если подтвердиться то, что я загадал в этот раз, пусть это будет работать, то я буду считать, что это действительно. У тебя есть совершенно четкие маркеры, как ты оценишь работа этого, да? Угу. Хорошо. Хорошо. Ну и кому-то так нужно, да? Это будет лист или сомнение. Хорошо. Ну я рады, что вам это понравилось. Мы на основе вот этого формата части, да? Мы очень часто, кстати, говорим, знаешь, я вот там с одной стороны как-то вот не хочется это делать, а с другой стороны как-то, ну, то есть можно назвать так, одна моя часть стремится к этому, а вторая как-то что-то меня тормозит, да? Это тоже разговоры части. Или ты знаешь, как-то вот, я бы пошел в театр, но как-то при этом вот, ну, так маня кто-то посидит. Ну, практически в этом же формате разговариваем, да? При две-две части. Скажите, пожалуйста, бывало ли у вас так когда-нибудь, что вот вы, например, садились писать какие-то там дела или отчеты, садились за компьютер, и потом уже только упал друг в другом. А не приходится тебе гулять? Или, видела, такой классный, ну, может погулять, а? Да, да. Вы выходите гулять, и гулять не особо получается. Я, наверное, пойду писать. Нет, я, наверное, напишу, и мы потом садимся. А ведь не каждый день солнышко, да? Такая побылка, да? Может таки выйти, да? Да? Знакомы? Да, да. Каждый раз. Или, я понимаю, мне завтра же рада уставать, надо же ехать на работу через весь город. Ну, не так как-то посчитать, а подробачить, но это как-то нет, ну, завтра же мы будем уставать. Да. Или вы приходите на лекцию писать, и, о, если там какая-то ерунда, то вы понимаете, что вы там когда пишете, полу не теряя, у нас соседоточится, не стой, да? А там говорили, да, нам дотеньки подключить, сейчас не договориться, а где же мы встречаемся-то? Я так... Подождите, я попробую, правильно? Да? И вот одна часть буквально перебивает другую. Та не дает в это время заниматься отчетом, потому что она говорит, дружок, может мы, как-то пойдем немножко погуляем. Мы вышли, что мы делаем? Мы пытаемся удовлетворить действие этой, намерение этой части. И тут же включается эта часть. Она говорит, послушай, а ведь эти ситуации там целое море. Это же кошмар какой-то, это же надо все заполнять, все делать. Мы перестаем получать радость от гуляния и совершенно точно забиваем свою голову вот тем диковажным делом. мы возвращаемся туда, а тут эта часть перебивает. То, к чему мы сейчас придем, это совершенно точно, научиться создавать для любого нечего человечества. мы с вами уже закончили договороваться, теперь есть у вас прерывающие части друг друга, то вы можете договориться истинно. по умному, по умудренному это называется последовательная неконкурентность. Это когда я сажусь поесть и думаю, нет, наверное, надо погулять. Я только подхожу в двери, выхожу туда с намерением погулять, а ладно, я поем и тогда уже пойду. Садимся. Да нет, как-то не, да, неконкурентность, только она последовательность меняет, она другую. То есть, а что там написано, позитивная? Позитивная функция. А, позитивная. Спасибо. Это скрученный вариант. Спасибо. А скажите, на что похоже это состояние? Вы уже знаете, с двумя частями вы уже работали, там шестикленно, да? Да. Визуальное отдавление. Визуальное отдавление. В чем отличие? Вот, я вам сразу скажу, визуальное отдавление, вы что делали? Создавали интегрированную какую-то часть ногу, да? Вот эта техника направлена на то, что мы не создаем ничего нового отлично. Разделяем? Да. Мы просто разделяем контексты. То есть, вот эта часть будет сейчас активна, я пойду гулять, а потом, когда я приду, вот эта часть будет активна, и я поеду. Угу. То есть, мы как бы говорим, сейчас в это время ты давай работай, а в то время сам будет работать. Для того, чтобы они не конфликтовали, мы совершенно точно сейчас создадим собой работу. Итак, первый шаг. Это спросить часть, которую прерывают. А какая твоя функция, или какова твоя позитивная функция? Какая часть прерывает тебя? Что за часть? Или там, может быть, несколько частей части. Какая часть прерывает тебя? Те же вопросы мы задаем и другой части. Какова твоя позитивная функция? Часть, которая отвечает за то, что, например, там, я хочу гулять. Если вот эта была часть, которая писает отчеты, да, а эта связана с гулянием, да, кто применит нарядную? Какая часть прерывает тебя? То есть мы и той, и той части задаем эти вопросы. Зачем нам это нужно? Нам нужно совершенно точно узнать, что мы имеем дело с двумя частями. Мы имеем дело с частями, которые практически одинаковы по силе, они равны. Сейчас попытаюсь пояснить. Если приходит к вам человек, который там, ну, очень толстый, и говорит, вот я там никак не могу похудеть. Есть ли там вот такая штука? Часть, которая там заставляет его кушать, и часть, которая мешает? Она есть. Только единого стола между ними закончилась в пользу какой-то? С то, по-твоему. Все, она победила. Она главная. Да. Она уже главная. Они уже договорились. Я главная по жизни, а ты там сиди. Совершенно точно, вот это туда не подходит. Что там можно делать? Что там можно делать? Взмак. Что там можно делать, опять же, шестишаговый фрейм, дорогая часть, это туда и так далее, а со сбыточным весом, так далее? Нельзя, чтобы они там были? Она главная. А почему? Нельзя, чтобы они там были? Ну и что, что она главная? А если переделать? Она уже не сопротивляется, она ее не прерывает. Если бы она ее прерывала, там было бы немножко по-другому.